Приветствую вас на канале Спорткарт. Сегодня проводим обзор заполненного альбома от компании PANINI, посвященного Евро 2008. Сразу могу сказать, один из самых, наверное, сильных альбомов, посвященных Евро. Во-первых, по объему он где-то в полтора раза больше предыдущих коллекций, посвященных Европейским чемпионатам. Ну и само наполнение, смотрите сами. Первый разворот. Здесь у нас такая вот блестящая марка от компании PANINI, трофей, логотип, маскоты, все как обычно. Fairplay тоже наклейка. Города. Каждому городу посвящена такая блестящая наклейка, также подробное расписание игр в каждом из городов, в каждой группе. Далее, смотрите, ненапечатанные картинки, маленькие, как в последних альбомах PANINI. Двойные наклейки, посвященные каждому стадиону и каждому городу. Шикарные виды Австрии и Швейцарии. Чемпионат, напомню, проходил в двух странах, по образу подобию Бельгии и Голландии, которые в 2000-м проводили свой чемпионат. Посмотрите, какие великолепные виды. Великолепные виды не только на город, но и на стадион. Далее, что бросается в глаза сборной Швейцарии, одна из хозяек этого турнира. Командные фото из четырех наклеек. Посмотрите, каждого игрока можно подробно рассмотреть. Действительно, настоящий шедевр. Сложность только в том, чтобы ровно вклеить и сопоставить все четыре части пазла. В остальном, выглядит просто великолепно. Соответственно, наклейка, посвященная стране с использованием маскотов турнира. Ну и блестящий логотип федерации. Далее, очень много игроков представлено. Может, не очень изобретательно. Размещены наклейки достаточно прямолинейно. Но много игроков представлено по каждой команде. Это здорово. Далее, сборная Чехии. Абсолютно все так же. Представление команды, ее расписание на турнире. Логотип. Отличное большое командное фото. И максимальное представление игроков команды. Ну а также результаты в отборочном турнире. Где, например, Чехи створили сенсацию. Обошли Голландию. О, Германию, конечно же, в отборочной группе. Далее, сборная Португалии. Также и командное фото здесь. И Криштиан Роналду, естественно, тоже здесь. Вот он, Криш. В самом расцвете, в самом соку. Сборная Турции. Одна из сенсаций того турнира, которые не только попали на него, но и поделили третье место с российской сборной, которая также преподнесла сюрприз и добилась наилучшего результата в истории российского футбола. Став призером европейского первенства. Замечательный был чемпионат. Ну а матч с Голландией, наверное, вошел в историю всего российского футбола. Далее австрийцы. Еще одни из хозяев турнира. Сборная Хорватии. Прекрасная уже тогда была команда. Лука Модрич и партнеры. Прекрасно выступали. Иви Циолич. Прекрасно известный нам по выступлениям за ЦСКА. Ныне тренер этой команды. Хорваты, кстати, в отборочной группе к чемпионату обошли российскую сборную. Мы заняли второе место в группе. Тогда знаменитый, помните, выход на Евро, когда в последнем матче хорваты обыграли англичан, что позволило нам пробиться на европейский чемпионат. При том, что хорватам та игра уже была не нужна. Они уже гарантировали себе первое место. Фантастическое попадание на чемпионат. Фантастический сам чемпионат. В общем, я думаю, что все, кто его видел, все, кто о нем слышал, прекрасно все это помнят. Сборная Германии. Финалист этого чемпионата будущий. В финале они проиграли бесподобной Испании, которую на тот период победить не мог никто. Сумасшедшая была команда. И единственная, наверное, которая была не по зубам, в том числе и нашей сборной. Проиграли мы им и в группе, и в полуфинале. Далее сборная Польши, уже тогда пробивавшаяся в элиту европейского футбола. Голландцы. Та самая сборная, которая позволила нам сотворить сенсацию в четвертьфинале. В Голландии была шикарная команда. Они в группе с крупным счетом одолели Италию и Францию. Также обыграли Румынию. Взяли 9 очков из 9. И были одними из главных фаворитов наряду с испанцами. Но что мы сделали с ними в четвертьфинале, думаю, что повторяться не стоит. Вот здесь даже, видите, двойной стикер с болельщиками голландской сборной. Как чувствовали, что эта команда один из фаворитов. Сборная Италии. Также красиво оформленная страница. Блестящая команда. Но итальянцы на том чемпионате лавров не снискали. Сборная Румынии, которая также пробилась на тот чемпионат. Но тоже добиться высокого результата не удалось. То есть, ну и та группа, в которую они попали с Францией, с Италией и с Голландией. Я думаю, что изначально шансов у румынов практически не было. Сборная Франции, которая также котировалась. Ну и как может не котироваться французская сборная. Анри, Анелька, Бензима. Там только линия нападения, чего стоит. Малуда, Гаву. Ну и средняя линия защиты. Сборная Франции всегда на высоте. Но на том чемпионате тоже осталось позади и россиян, и турок, ну и тем более финалистов турнира. Сборная Греции победители предыдущего Евро 2004. Но на этом турнире, как говорится, чудеса на то и чудеса, чтобы случаться не каждый раз. Поэтому грекам также не удалось повторить свой успех. Сборная Швеции, Златан Ибрагимович. Ну а кто еще олицетворение шведского футбола? Конечно же, конечно же он. Двигаемся дальше. Сборная Испании. Блестящая была команда и абсолютно непобедимая. Без шансов проиграли россияне и мы в группе, и в полуфинале. Испанцы были необычайно хороши. В самом расцвете сил были. Пуёль, Рамос, Хави, Фабригас. Да тут всех можно называть, собственно. И в атакующей линии. Торрес, Вилья, Давид Сильва, Иньеста. Ну, кого не назови, все звезды. Ну и наконец сборная России. Те самые парни, которые добыли медали Европейского первенства. Давайте посмотрим, кто попал в альбом из нашей сборной. Это Игорь Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие, Анюков, Колодин, Измайлов, Семшов, Быстров, Алдонин, Зырянов, Торбинский, Белелединов, Жирков, Аршавин, Павлюченко, герой того чемпионата. Забившие, если не ошибаюсь, три гола на том первенстве. Кержаков, Погребняк, Сычев. Ну и Малафеев из этой сборной на данный момент играет. Павел Погребняк, наверное, да? Единственный, наверное, кто все еще. А, и Юрий Жирков, конечно. Ну, как я мог забыть про Юрия Жиркова? Да, да, эти двое. Ну, а Игорь Акинфеев, да господи, тут три человека все еще выступают на самом деле. Павлюченко тоже, конечно, выступает, но не в высшем эшелоне российского футбола. Хотя до сих пор играет и забивает в клубе ПФЛ, если не ошибаюсь. Ну, команда была классная. Гус Хидинг и все, что с ним было связано, это, конечно, феерия. Дальше в этом альбоме. На этом не заканчивается, как в предыдущих. Посмотрите. In Action называется это, так скажем, подсерия. Здесь по игроку от каждой сборной, если я не ошибаюсь, представлены в игровых эпизодах. То есть, это не просто портреты, как на обычных фото. Игроки с мячом в движении, в полный рост. Интересно, красиво, безусловно. На самом деле, здесь больше, чем по одному игроку от каждой сборной получается. Да, уже мог запамятовать, посмотрите. Да, конечно же, по несколько игроков от каждой сборной. У нас тут Игнашевич, например, представляет нашу команду. Еще один разворот. Да, три таких разворота. Ну, Криштиану Роналду, естественно. Вот, как без него. Андрей Аршавин, безусловная звезда того периода, после Евро. У него блестящая карьера в Англии была. Далее. Исторический разворот. Посмотрите. Не просто список предыдущих чемпионатов и кто какое место занял. Блестящие командные фото победителей предыдущих первенств. Посмотрите. Легендарная сборная СССР. Первый Кубок Мира, который выиграл. Голландцы 1988 года, где Ван Бастен, Гулит, Райкард, Куман и компания билась со сборной СССР. Сенсационные греки, которые выиграли чемпионат 2004 года. Шикарно выглядит этот разворот. Вот, мне кажется, к чему нужно стремиться, а не к упрощению коллекции, как это происходит сейчас. Ну и, наконец, последняя страница. Здесь же чисто техническая. На какой странице что находится? Обозначение в альбоме. Такой альбом, такая коллекция. Красочная, красивая. На мой взгляд, лучший альбом, посвященный европейским чемпионатам. Из всех, что были до, из всех, что были после. Спасибо за внимание. Коллекционируйте карточки, наклейки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok